Дорогие товарищи, мы проводим очередное заседание Руссо. В прошлый раз мы рассмотрели, была тема у нас, это война на Украине и политический вопрос. Там возникли как раз такие ситуации о том, что действительно это война, хотим мы или не хотим, нужно рассматривать с одной стороны как народно-освободительная борьба идет на Донбассе. И это и есть та борьба, которую коммунисты должны поддерживать. И с другой стороны все-таки воюют между собой две империалистические страны, это Украина и Россия. И в этом случае как раз коммунистам необходимо как-то распределить интересы вот этих одних народно-освободительной борьбы, а с другой стороны вот эту войну капиталистическую. Вот как их распределить? Кто эта сила, на которой мы должны были опереться, чтобы действительно получить те результаты исследования, что ли, или рассмотрения этого вопроса, чтобы мы действительно могли ответить, что вот с этой силой надо работать, и тогда некоторые возникшиеся вопросы в настоящее время будут решены при помощи этой силы. И вот тут возник вопрос, изучая Маркса Эльгельса, Ленина, Сталина, мы понимаем, что главная сила, как говорят, это есть пролетарий. А что такое пролетарий? Понятий много, всякий понимает по-своему. И поэтому сегодня очередное заседание РУЦО как раз и посвящено тому, что мы понимаем под пролетариатом на современном этапе развития общества. Ну и слово предоставляется Владимир Федорович, это главный у нас докладчик. Спасибо, Владимир Николаевич. Значит, товарищи, конечно, вот это слово пролетариат, оно может быть действительно, как сказал Владимир Николаевич, многими в настоящее время понимается по-разному. И, видимо, было бы неплохо, чтобы как-то установить, хотя бы вот в том обществе, в котором мы сейчас находимся, среди тех людей, общее понимание этого термина. Ну и если начать искать какие-то научные представления и научное понимание этого пролетариата, то очень сложно в современных средствах массовой информации и также и в литературе современной, вот изданной уже в 21 веке, найти это слово пролетариат. Почему? Потому что сейчас у нас государство капиталистическое, а буржуазия категорически не хочет признавать это понятие пролетариат. Оно боится и шарахается от этого понятия, как черт от ладана, можно сказать. Они рассматривают всякие классы, особенно любят буржуазии сейчас рассматривать во всех средствах, во всей литературе вновь придуманный ею средний класс, который непонятно откуда взялся. Ну, собственно, все классы они пытаются в настоящее время рассматривать по доходам, не по отношению к средствам производства, как это было принято ранее во многих науках, ну, естественно, прежде всего марксизме, а именно вот в таком понятии. Ну и раз поскольку в современных средствах массовой информации и в современной литературе определенного понимания нет, пришлось обратиться сначала, видимо, к энциклопедии, к энциклопедическому словарю, конечно, который был издан в советское время. И вот что можно там обнаружить в этом словаре энциклопедическом. Пролетариат – это рабочий класс при капитализме, это лишенные средств производства, наемные работники, живущие продажей своей рабочей силы и эксплуатируемые капиталом. Вот вроде как здорово все сказано и кратко и понятно, да? Ну и еще оттуда же можно добавить, что возглавляемый коммунистическими и рабочими партиями пролетариат способен руководить борьбой всех угнетенных и эксплуатируемых масс против капитализма. Вот такое можно найти понимание в советской энциклопедии, в советских энциклопедических словарях. Ну, сейчас скажут, да, с тех пор прошло уже почти 30 лет, как советские власти расстреляли из танков. Вроде как, возможно, что это дело уже устарело, да? И, может быть, надо искать какие-то другие понятия. Ну, не знаю, есть ли какие-то другие понятия, но для того, чтобы обратиться к каким-то другим понятиям, нужно, конечно, обратиться к науке. Но для нас, как российских ученых, социалистической ориентации, самое научное понимание и самый научный взгляд, это, конечно, марксизм. Марксизм-ленинизм. Почему? Потому что, как мы знаем, опять же, что марксизм – это научная система взглядов, составляющих мировоззрение рабочего класса, то есть пролетариата. А также наука о законах революционной борьбы рабочего класса и трудящихся за свержение капитализма, построение социалистического и коммунистического общества. То есть самое научное понимание, видимо, изложено в марксизме. Ну, а раз изложено в марксизме, то надо обратиться к первоисточникам марксизма. Я считаю, что самый главный первоисточник марксизма – это, конечно, манифест коммунистической партии, написанный Марксом Генгельцем, как мы уже только что с вами вспоминали, в 1848 году. И вот если заглянуть в первый раздел этого манифеста, который Марксом был назван «Буржуа и пролетарией», так вот, там сказано, под пролетариатом понимается класс современных наемных рабочих, которые, будучи лишены своих собственных средств производства, вынуждены для того, чтобы жить, продавать свою рабочую силу. То есть, практически, то, что сказано в манифесте, почти не отличается от того, что мы нашли в энцикломедическом словаре. И далее Маркс продолжает. «Пролетариат – класс современных рабочих, которые только тогда и могут существовать, когда находят работу, а находят ее лишь до тех пор, пока их труд увеличивает капитал. Эти рабочие, вынужденные продавать себя поштучно, представляют собой такой же товар, как и всякий другой предмет торговли, а потому в равной мере подвержены всем случайностям конкуренции, всем колебаниям рынка. Пролетариат проходит различные ступени развития. Его борьба против буржуазии начинается вместе с его существованием. С развитием промышленности пролетариат не только возрастает численно, он скопляется в большие массы. Сила его растет, и он все более ее ощущает. Из всех классов, которые противостоят теперь буржуазии, только пролетариат представляет собой действительно революционный класс. Вот небольшие выдержки, которые я вам привел из этого первого раздела манифеста Коммунистической партии, который, как говорится, назван был Марксом буржуа и пролетарией. И еще в заключении этого раздела Маркс говорит, что с развитием крупной промышленности из-под ног буржуазии вырывается сама основа, на которой она производит и присваивает продукты. Она производит прежде всего своих собственных могильщиков. Ее гибель и победа пролетариата одинаково неизбежны. Вот то, что хотел бы я до вас завести из первого раздела манифеста Коммунистической партии. Конечно, многие из вас с ним знакомы, но я считаю, что не лишний иногда приходит все-таки почаще заглядывать в этот манифест, для того, чтобы не уйти с позиции марксизма. И еще хотел бы вам порекомендовать не только первый раздел, но и второй раздел этого манифеста, который Маркс назвал «Пролетарией и коммунисты». Там тоже очень много умных, полезных для нас мыслей. Ну, прочитайте сами. Еще, кроме Маркса, я хотел бы все-таки обратиться к Владимиру Ильичу Ленину, потому что Маркс все-таки жил давно, почти полтора столетия назад. Что марксизм с тех пор развивался, естественно. Ну, и большой вклад в развитие марксизма, как вы знаете, внес Владимир Ильич Ленин. Ну, и что говорил Ленин о пролетариате? Вот возьмем его работу «Детская болезнь лизны в коммунизме». Мы ее с вами, конечно, очень тоже хорошо знаем, очень полезная для нас, для современных коммунистов работа. И там сказано, капитализм не был бы капитализмом, если бы чистый в кавычках пролетариат не был окружен массой чрезвычайно пестрых переходных типов от пролетария к полупролетарию. Тому, кто наполовину снизкивает себе средства к жизни, продажи рабочей силы. От полупролетария к мелкому крестьянину и мелкому ремесленнику, к устарю, хозяйчику вообще. От мелкого крестьянина к среднему и так далее. Если бы внутри самого пролетариата не было бы делений на более и менее развитые слои, делений земляческих, профессиональных, иногда религиозных и тому подобное. А из этого необходимость и безусловная необходимость для авангарда пролетариата, для его сознательной части, для коммунистической партии прибегать к лавированию, соглашательству, компромиссам с разными группами пролетариев, с разными партиями рабочих и мелких хозяйчиков вытекает с абсолютной необходимостью. То есть какую здесь мысль проводят, что пролетариат окружает полупролетариаты, мелкие хозяйчики и все это надо прекрасно понимать. Ну опять же исходить из этого, что пролетариат это лишенные средства производства наемные работники, которые живут продажей своей рабочей силы. Но дело в том, что, конечно, пролетариат имеет различные группы, части и ориентироваться нужно в этом тоже. Как правильно ориентироваться, очень важно, что не все пролетарии способны решать эту задачу, то есть возглавлять борьбу трудящихся масс против капитализма. Не все пролетарии, только те, кто, видимо, надо полагать, только те, кто действительно организован и осознает свое положение в обществе и правильно его понимает. В этом плане история показала, что только промышленный пролетариат, то есть тот пролетариат, который организован в крупных производствах, способен возглавлять эту борьбу. Только промышленный пролетариат. Ну и еще, значит, нужно, видимо, обращаться вот еще к какому вопросу, что кроме того, что есть промышленный пролетариат, есть еще пролетариат, который, ну, и полупролетариат, который занимается другими вопросами и что-то тоже производит. Но тут очень сложное деление между пролетариатом и интеллигенцией, потому что пролетариат, как правило, производит вещи, которые, ну, материальным занимаются, материальным производством, то есть материальные предметы потребления, а что касается, допустим, нематериальных предметов потребления, то есть это, как правило, интеллигенция, допустим, врачи, учителя, художники, всякие артисты и так далее. Они тоже, как правило, лишены средств производства, но в отличие от промышленного пролетариата, как наиболее организованного и способного возглавить борьбу с капитализмом, они, конечно, занимают другое положение, другое положение в обществе. Ну и еще на этом, как раз об этом вот и можно много дискутировать, какие группы пролетариата, можно, вернее, какие группы трудящихся можно отнести к пролетариату. Ну, надо, видимо, исходить вот из положения манифеста, где, что рабочий класс, это лишенные средств производства, наемные работники, которые могут жить только продажей своей рабочей силы. Вот, и к этому, и надо, видимо, к этому вопросу нужно почаще обращаться и для того, чтобы делать вывод о пролетариате. Ну, вот на этом я бы хотел, наверное, и закончить. Ну, спасибо. Да, если есть вопросы, то давайте. Близко. Да. Ну, может быть, мы вначале послушаем еще вот это. Да нет, ради бога я. Вот давай, Сергей, послушаем, как тебе здесь понятие пролетариата. Нет, у нас не вопросы есть какие-то. Нет, ну, если есть, но я думаю, может быть, все вместе, а потом... Нет, ну, я задам вопрос, а потом дальше подумаю. Конечно. Ну, пожалуйста. Хорошо, вы сказали про ветариат, это современный рабочий, современный рабочий класс. Да, да, да. При капитализме, это при капитализме, потому что при социализме уже, это рабочий класс уже не пролетариат. Это современный рабочий класс. Да, современный. При начале. Да, значит, вопрос так. Инженер, он относится к рабочему? Я не считаю так, потому что инженер, это как этот интеллигент, скорее, чем рабочий класс. Вот он и продает свою рабочую силу, но он не занимается непосредственно производством товара, материальным производством не занимается, а у него как бы духовную он продает рабочую силу, не физическую. Вот так можно сказать. Конечно, тогда с этого я и могу продолжить. Пожалуйста. Пожалуйста, давай. Я тоже зачитаю. Может быть сюда? Классик. А там записано. Не слышно будет, да. Не слышно будет. Будет? Давай я вот туда. Ну давай сюда, ближе. Значит, я тогда обращусь к Энгельсу, конкретно общественные классы его работы в том 19-й и зачитаю буквально. Но никогда с тех пор, как возникли классы, не было такого времени, когда общество могло бы обходиться без рабочего класса. Название социальное положение этого класса изменялось. Место раба занял крепостной рабочий класс, которого в свою очередь сменил свободный рабочий, свободный от крепостной зависимости, но свободный также и от обладания чем-то, что было на земле, кроме своей собственной рабочей силы. Но всякому ясно, какие бы изменения ни происходили в высших, ни производящих общественных слоях, общество не может существовать без класса производителей. Класс производителей здесь у него есть, такое понятие. Следовательно, этот класс необходим при всяких условиях, хотя должно пройти время, когда он уже не будет больше классом, когда он будет охватывать все общество. Класс производителей. Но это уже при коммунизме. То есть, я для чего вот это произвел? И рабочий класс обозначился и раб, и крепостной крестьянин, и свободный рабочий при капиталистическом обществе. Потому что у классиков, под понятием рабочий класс, они понимали о широком смысле. Производитель материальных благ. Вот. Такой производитель получил название пролетарий. Теперь дальше другая цитата. Энгельс. Международному конгрессу студентов-социалистов. Тут он говорит о том, что из их рядов должен выйти тот пролетарий умственного труда, который призван плечом к плечу и в одних рядах со своими братьями рабочими, занятыми физическим трудом, сыграть значительную роль в надвигающейся революции. То есть мы здесь смотрим, речь идет об умственном труде, пролетариях умственного труда, и о физическом труде, тоже пролетариях физического труда. Вот здесь путают рабочих. Есть понятие рабочий, работник, производящий работник, человек, который производит, класс производителей. Вот. И рабочий, человек, который занят физическим трудом. Но к классу производителей относятся не только люди, которые заняты физическим трудом, Но и люди, которые заняты умственным трудом. То есть они тоже производят, они участвуют в производстве. Значит, что такое у нас капитализм? Это развитие товарно-денежных отношений до того уровня, когда рабочая сила становится товаром. Рабочая сила какая? Какой труд? Умственный труд, рабочая сила, того, кто занимается умственным трудом, она становится товаром? Рабочая сила рабочих становится товаром? Инженер, который участвует в производстве материальных продуктов, он продает свою рабочую силу? И вот этим, тем, кто продает свою рабочую силу. Ну, научно, вот есть у нас сейчас научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, НИОКР. Сейчас никакое производство, в принципе, современное, без этого не обходится. То есть сейчас есть такое понятие, как наукоемкое производство, наукоемкие товары. Кто производит эти товары? Кто работает в этом наукоемком производстве? Вот те люди, которые создают наукоемкий товар. Те, которые преимущество занимаются не физическим, а умственным трудом. Сейчас физический труд из производства, он вытесняется. На место рабочих, на место профессии рабочего, занятого физическим трудом, приходит робот, приходит станок автоматический. Для этого станка пишется программа. Вот этот человек, он занимается производством, он относится к производящему классу, который пишет программу для робота и для станка? Естественно, относится. Научно-исследовательские работы, в результате которых выходит наукоемкий продукт, относятся к производящему труду, к производящему классу? Естественно, относятся. Это тоже в широком понимании человек, работающий в материальном производстве, производящий материальный продукт. И естественно, он продает свой товар, рабочая сила. Он продает свой труд, умственный труд. А кто находится на другом полюсе? На другом полюсе находится капитал. Капиталистические отношения – это отношения труда и капитала, отношения овеществленного труда, овеществленной стоимости товара, овеществленной стоимости. И живой труд. И классики говорили, что здесь противостоит вот этот вот неживой, овеществленный труд в форме капитала и труд живой. Вот это вот товар, вещь властвует над человеком, над живым человеком. Вот этот вот овеществленный труд властвует над живым трудом, вместо того, чтобы живой труд властвовал над овеществленным. Вот это главное противоречие. И все, кто в результате производственного процесса, а почему мы говорим именно о производственном процессе? Потому что материализм, мы материалисты, классики-материалисты, и они, в принципе, все отношения в обществе рассматривались с материалистической позиции. С того, что человек для того, чтобы жить, человека вообще создал труд. Потому что он и отличается от животного тем, что он непосредственно трудится, не достает из природы продукты в локтовом виде, обрабатывает его и так далее. Вот человек, который трудится, вот он, в принципе, и главный производитель. Ну и... Что-то я с мыслями сбился. Ну, в общем, понятно мою идею, что есть класс производителей, и класс, и не производящие свои общества. Класс, который участвует в материальном производстве и создает материальный продукт. И класс, который не создает материальный продукт, а живет за счет вот этого материального продукта, созданного другими. Вот и все. А как этот класс назвать? В широком смысле рабочий, в смысле работает, производит. Но не с точки зрения, не в профессиональном смысле это нужно смотреть, работает. Рабочий, занимающийся физическим трудом. Не так классики смотрели. И поэтому с этих позиций и их идея о том, что наука превращается впоследствии в основную производительную силу. И она сейчас действительно превращается в это. Потому что непосредственно в производстве материального продукта все больше и больше научного знания, инженерного расчета и так далее. И все эти люди, которые этим занимаются, это как раз и есть вот этот вот пролетариат. И я говорил о том, что нам лучше избегать понятия рабочий класс, потому что рабочий класс почему-то путают вот именно с профессией рабочего. Вот. И пользоваться понятием пролетариат, которое она с этим понятием мы вот эту путаницу, этой путаницы избегаем. Хорошо. Спасибо. А можно вопросик маленький? Буквально на 2 секунды. Вот вы разделили физический и умственный труд. То есть получается, слесарь, который на станке тощит какую деталь, он вообще не думает? Преимущественно. Преимущественно, будем говорить, физический. И преимущество умственное. А умственное, то есть когда инженер на чертеже целый день чертит, это тоже физический труд? Нет, ну там мало физического и много умственного. С другой стороны, много физического и мало умственного. Но я работал физическим трудом, например, докером в рыбном борту. Знаете, как мне в общем-то нравилось, потому что голова свободная такая, так хорошо, так хорошо думается. Вот руки работают туда-сюда, а в голове можно и стихии сочинять и все что угодно. Она совершенно свободна. А тяжелый физический труд, между прочим. Просто тут как бы хотелось вспомнить капитал Маркса. Первый том, первое введение, там написано, что труд человеческий это совокупность умственных и физических человеческих затрат на преобразование предуродной. То есть там труд не разделяется на физический и умственный. Совершенно правильно. Они идут в рука-обувь. Нельзя отделить физически, нельзя работать не подключая голову, ничего не получится, в артышку не посадишься с плановой. Вы согласны с тем, что есть профессии, в которых преимущественно физический труд? Я вот сказал конкретно, доктор. Я согласен, доктор. И есть преимущественно умственный труд. И вот это нельзя разделять, потому что есть у нас рабочие, рабочие, у которых преимущественно физический труд. Мы говорим, что вот рабочие и являются рабочим классом. А вот все, которые у них преимущественно умственный труд, они не относятся к рабочему классу. Это интеллигенция, как было заявлено в докладе. Может, дело не в том, что кто физически больше работает или кто больше умственного работает, а рабочий это все-таки тот, кто производит товары, то есть производитель товара. Я об этом... Не тот, кто физически производит. Я с вами полностью согласен. Поэтому я и говорю, есть нейтральное понятие производящий класс. Все, кто производит материальный продукт. И этот материальный продукт производят одни преимущественно с физическим трудом, другие преимущественно с умственным трудом. Но они все участвуют в производстве материального продукта. Так получилось, что у нас в обществе разделилось на множество профессий вот этого вот. Работа по производству материального продукта. И все, кто его производит, это производящий класс. Это работники. А в капиталистических товарно-денежных отношениях эти люди ищут и продают свой товар. Вот этот вот. Труд свой продают. Способность к труду. Продают те, кто продают, неокрами занимаются, научно-исследовательскими, опытно-конструкторскими работами. Это что, не продажа их труда? Платят за это деньги. За эти работы. И на них продают? Я говорю, и они продают тоже свой труд. Умственный преимущественно. Те программисты, которые программируют станок, роботов, пишут программы и так далее. Тоже продают свой труд. Но они не будут срабатывать по манифестам. Погодите, по поводу неокра. Хорошо, если неокр пошел в разработку, она принята, какая-нибудь хорошая вещь, она пошла в производство, это производит товар. А современные неокры в России у нас, они, как правило, семертволорождены и ложатся под ковек. То есть они, как в виде товара, не превращаются. То есть неокр, получается, не участвует в выпуске товара. Ну, физический труд тоже, знаете, я затратил труд. Почему он выпускает товар? Я затратил труд, я угробил вещь, ее выбросил, и все. Это тоже труд. Я же тоже могу и физически что-то угробить, и все. Здесь что-то мы ушли от основной темы, что такое пролетариат. Мы уже начинаем производство. Нет, Владимир Николаевич, я вам не согласен. Не ушли мы далеко. Недалеко, в сторону ушли, что далеко? Мы близко не подошли. Но меня, если вы позволите, вот пока не ушли далеко. Значит, вот вы употребили там у Энгельса, значит, рабы, христиане... Пролетариумцева туда, это что? Да, вот о том, что, так сказать, и Макс, и мы будем говорить то же самое, что наука становится главной производительностью. Основной производительностью, как говорится. И он говорит, главной. Вот я и говорю, что он говорит. Но у Макса есть, что непосредственная производительность. Вот вы различаете главное и непосредственное. Ну, а что вы имеете в виду? В чем он отличает? Ну, я вот различаю. Считаю, что нельзя подменять, так сказать, заменять главное на непосредственное. Потому что главное – это одно. Ну, что это меняет из того, что я сказал? А меняет лучше, что главное – это значит, так сказать, верхоменство над всем другим. А непосредственность непосредственно говорит о том, что производительность осуществляет. Это говорит о разных отношениях. Нет, но я согласен, есть наука фундаментальная, есть наука прикладная. Конечно, к рабочему классу или к пролетариям ближе, конечно, относится это прикладная наука, которая работает непосредственно на производстве, которая создает наукоемкий товар, наукоемкий продукт. А фундаментальная наука – это относится больше к понятию совокупной рабочей. У Маркса есть такое понятие – совокупной рабочей. К ним относятся и вот этот вот пролетарий, который студентам, значит, создает вот этот товар рабочая сила. Это, значит, относятся и медики, которые здоровье поддерживают, это качественное состояние этого товара рабочей сила и так далее. Тогда и директор, наверное, тоже на предприятии, он пролетарий, директор, он поддерживает рабочих, мы мучим настроение, чтобы не работать не хорошо. Давайте я прочитаю все, потом ответим и можем говорить. У Маркса я ему сейчас скажу по поводу директора. Есть высказывание Маркса. Я добавлю вот это самое, и уточню, что у Маркса есть уточнение вот этих понятий. И наука вам говорит, что становится непосредственной производительной силой, тогда она владевает массой. Уточняет. Нет, ну правильно, ну что такое владевает массой? Владевает массой вот со временем... Это, конечно, понятие требует уточнения отдельного рассмотрения, но отличать надо все другое. Что непосредственная производительная сила, а главная или, так сказать, вторая степень, и видеть, так сказать, эти процессы, поскольку они во времени отстоят друг от друга. И нам важно, так сказать, вот уловить момент, когда эти изменения происходят в какую эпоху, в какое время, при каких отношениях, когда наука овладевает массой и становится непосредственной производительной силой. Вот мы это должны, мне кажется, отличать, и вот с ним. Это тема, которая требует отдельного рассмотрения. Хорошо. В общем, понятно, дело в том, что я еще раз говорю, вот этот вопрос, что сейчас дискутирует, это действительно, так сказать, внешняя сторона эксплуатации рабочих умственного физического труда, но все-таки вот как отделить вот этот пролетарий, отсюда даже как-то не вытекает. Поэтому давайте я сейчас вот прочитаю вам, то что если даже свет включился, ну давай начинай, а дальше мы видим будем. В общем, я тоже, как и Владимир Федорович сказал, что действительно надо смотреть, для того, чтобы понять, что такое пролетарий, смотреть марксизм, основы вот этих создателей, потому что именно их работы и привели, как правило, к понятиям и пролетарий, и классы. И вот сам Ленин, великий почин, который был, он там написал по определению, что такое классы. И вот на основе вот этого понятия классы, там четыре необходимых вот этих характеристики. И для того, чтобы... Ну-ка, включайся тут. И для того, чтобы именно выделить вот эти... Если мы ответим на эти все четыре вопроса правильно, то мы тогда только можем выделить из класс рабочего класса тот слой пролетариата, который действительно называется пролетарием. То есть, в принципе, рабочий класс, это является как форма существования пролетария. А что тогда содержание этого пролетария? Вот этом я и хочу вам, ну, как бы, вот, разочитаю, конечно. В своем произведении «Великий почин» Ленин дал развернутое научное определение классов, в котором выделено четыре основных признака. Первый. Место класса в исторически определенной системе общественного производства. Второе. Отношение класса к средствам производства. Третье. Роль класса в общественной организации труда. Четвертый. Способы распределения и размеры получения общественного дохода. Вот с учетом этих именно четырех признаков и следует рассматривать пролетариата. Обычно, как начинают о пролетариате говорить, то, как правило, он выпячивает одну из этих сторон и потом, ну, он прав, в принципе-то. Но, тем не менее, это неполное будет определение пролетария. И поэтому вот с этих позиций я и как бы построил это все. Ну, по распределению полученного общественного богатства между всеми согражданами России, на сегодняшний день, вот, российское общество разделено на следующие слои. Крайние нищие, нищие, бедные, богатые среди бедных, лица среднего достатка, состоятельные и богатые. Вот. Состоятельные и богатые составляют всего 1,8%. Причем к этим 1,8% относятся и депутаты. В том числе и депутаты-коммунисты, которые работают на платной основе. Вот. При этом, по официальным данным, отношение доходов 10% самых богатых граждан России к доходам 10% самых бедных, составляет 17 к 1. Ну, это по официальным данным. И если депутат-коммунист без зазрения совести делает вид, что это к нему не относится, и что получать зарплату 200-420 тысяч рублей в месяц, для него как бы само собой является разумеющимся фактором, ну а как же, ведь он является представителем государственной власти, то стоит напомнить, он, как и многие его соратники по партии, является наемным работником. Но только его нанимает капитал как бы по рекомендации партии. И труд его в органах буржуазной власти по сравнению с трудом простых граждан не производит новой стоимости, а лишь создает ему право на получение некоторой доли общественного дохода. Другими словами, доход депутата-коммуниста есть некоторая доля произведенной трудящимся прибавочной стоимости. А поэтому, согласно учению марксизма-ленинизма, хочет с этим соглашаться депутат-коммунист или нет, он является косвенным капиталистом, дольщиком капитала, теневым эксплуататором. И как в этом случае депутат-коммунист собирается бороться с миром несправедливости, если он сам несправедливо получает приличную долю из общественного дохода, создаваемого эксплуатацией трудящихся. Как это у него будет получаться? Одной рукой загребать и наполнять свой карман за счет трудячества, а другой что-то делать в интересах именно этих же трудящихся. Более того, так как бытие определяет сознание, то такая ситуация создает для депутата-коммуниста благоприятные условия для развития мелкобуржуазного сознания, что чревато для единства и сплоченности рядов коммунистической партии. Классики марксизма-ленинизма теоретически обосновали, а практика подтвердила многократно уже, что мелкая буржуазия не способна вести борьбу трудящихся масс против капитала до победного конца. Тогда возникает вопрос, кто, какой класс, не партия или группа лиц, а класс, способен взять власть в свои руки и осуществить социалистическое преобразование в стране. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо знать, а какой класс трудящихся в первую очередь способен на революционное преобразование в стране, способен воспринять социалистическое сознание, за которым другие классы или группы трудящихся потянутся. Дифференциация трудящихся классов капиталистического общества, выделение из них паралитариата как единственного последовательной революционной силы, исключительно заслуга марксизма-ленинизма. А марксизм-ленинизм придержится той позиции, что объединять всех трудящихся по признаку только найма ими рабочей стены, не замечая при этом их коренного различия по признаку отношения к средствам производства и продукту нового труда, это позиция мелкобуржуазного социализма. Например, программист, имея собственный компьютер, сразу является собственником своего труда. Поэтому он не пролетарий, а индивидуальный товаропроизводитель, ничем не отличающийся от некоперативного кустаря. То есть мелкий буржуан. Программист становится пролетариатом только в том случае, если он продает свою рабочую силу нанимателю, собственность которого автоматически обращается произведенный им продукт. Точно так же и невладение средствами производства не дает еще прямых оснований для зачисления данной категории трудящихся пролетариат. Классификация трудящихся классов и слоев в капиталистическом обществе следующая. Буржуазия – это господствующий, эксплуататорский, правящий класс капиталистического общества. По определению Маркса под буржуазией понимается класс современных капиталистов, собственников средств общественного производства, применяющих наемный труд. Пролетарий – есть наемный работник, чей труд производит новую стоимость, состоящую из стоимости его рабочей силы и прибавочной стоимости. Его доход – есть зарплата, то есть доля во вновь произведенной стоимости, оставшаяся после вычета из нее прибавочной стоимости. Мелкий буржуа – есть собственник средств производства, не пользующийся наемной рабочей силой, работающий на рынок. Он присваивает всю вновь произведенную стоимость, но в силу низкой производительности труда живет нередко хуже пролетария. Служащие являются наемными работниками, продающими свою рабочую силу капиталисту, но не создающими новую стоимость. Труд служащего лишь переносит стоимость его рабочей силы на продукт, в создании которого он участвует. Но прибавочной стоимости он не создает. Поскольку современное российское государство является капиталистическим, то государственные служащие не отличаются по своему социально-экономическому положению от служащих капиталистических предприятий. Вместе с тем, служащие у капиталистов, которые именуются как офисный планктон, по своей психологии ближе к буржуазии, ибо стоят вместе с ней по одну сторону баррикады. Служащий же есть наемный работник, чей труд не производит новую стоимость, а лишь создает ему право на получение некоторой ее доли. Его доход есть некоторая доля, произведенной пролетарием прибавочной стоимости. Поэтому служащий является косвенным капиталистом, дольщиком капитала, ну как и депутаты-коммунисты, о которых я говорил выше. Таким образом, социально-экономическое положение рабочего класса при капитализме, подчеркну, именно при капитализме, тоже в известной мере промежуточное. У него есть общие признаки, как с мелким, не буржуа, а именно труд, производящий новую стоимость. Так и со служащими, а именно нет частной собственности на средства производства, и у них труд по найму. В то же время, у мелкой буржуазии и служащих общие объективные экономические признаки отсутствуют. В силу этого, именно пролетариат, вне зависимости от своей численности, объективно является социально-экономическим ядром трудового народа, то есть трудящихся. Именно пролетариат способен привлечь на свою сторону, при некоторых политических ситуациях в стране, как мелкую буржуазию, так и служащих. Именно с пролетариями и должны работать коммунисты по внесению социалистического сознания в их ряды. Когда говорят, что боремся за власть трудовому народу, то возникает вопрос, а конкретно, за власть кому? Какого класса? Ведь понятие трудовой народ включает в себя всех, кто так или иначе трудится. А трудится, как известно, и капиталист, и помещик, и банкир, и политик, и депутат. Более того, капиталистическая кабала пролетария и капиталистическая кабала мелкого производителя разные вещи. С одной стороны, это сближает, с другой, объединяет эти части трудового народа. Отсюда вопрос, какова может быть искомая власть трудового народа, не развалится ли она на следующий же день после ее завоевания. И почему, чтобы власть не развалилась, она должна быть завоевана пролетариатом. Чтобы ответить на этот вопрос, надо вначале ответить на вопрос, а что же такое пролетариат в современном понятии? С латинского слова, с латинского слова пролетарий означает производящий потомство, имеющий, не имеющий, а не имущий, имеющий только потомство. Впервые слово пролетарий появилось в Римской империи с VI века до н.э. Согласно реформе царя Сервия Тулия, римское общество делилось на имущественные разряды или классы. Их было пять. Богатые классы составляли армию всадников и тяжеловооруженных пехотинцев, легионеров. Бедный класс, пятый разряд, легковооруженную пехоту. Граждане, не включенные в пятый разряд и назывались пролетариями. Они не привлекались к службе, лишь при особой опасности призывались в ополчение и содержались за счет государства. Со временем слово пролетарий трансформировалось в понятие простонародный. В толковом словаре Даля под словом пролетарий приводится понятие как бобыль, бездомный или безземельный, бескребетный, бесприютный, захребетник. Швейцарский экономист Сисмонди, его жизнь 1773-1842 годов, ввел в социально-экономическую литературу в свое время само слово пролетария, возродив и переосмыслив древнеримский термин. И в эпоху первой французской революции под словом пролетариат уже стали понимать совокупность неимущих людей, живущих изо дня в день за счет своего труда и отличающих необеспеченностью существования. В скором времени под пролетариатом стали подразумевать весь рабочий класс, живущий продажей своей рабочей силы и не имеющий в своем распоряжении средств производства. Такое понятие и сегодня главенствует у многих. Однако, согласно Марксу, под пролетариатом понимается угнетенный и эксплуатируемый класс буржуазного общества, который для того, чтобы существовать, выдужден продавать буржуазии свою рабочую силу. В специфическом представлении Энгельса под пролетариатом понимается как класс современных рабочих, которые, будучи лишены своих собственных средств производства, вынуждены для того, чтобы выжить, продавать свою рабочую силу. Однако, следует отметить, что при этом Маркс соотносит пролетариат с современными рабочими. Но, что самое главное, не отождествляет их с ними. То есть, если ты рабочий, то это совсем не значит, что ты относишься к пролетариям. В отличие от обычных рабочих, пролетариат, цитата, пролетариат должен констатироваться как нация. Он сам пока еще не национален, хотя совсем не в том смысле, как понимает это буржуазия. И этим Марс указывает, что пролетариат, по большому счету, это способ и форма существования не всех, а определенной части рабочих в своей среде. И так как пролетарии по своему происхождению враждебны буржуазии, то развитие буржуазного общества автоматически формирует из них своего магичника. Из концепции Маркса нетрудно дать определение пролетариата. Это эксплуатируемый класс буржуазного общества, не владеющий средствами производства и для поддержания собственной жизни вынужденный продавать свою рабочую силу капиталистам. Но это определение отражает как бы внешнюю сторону форму пролетариата, которая вытекает из самого механизма капиталистической эксплуатации. Под это определение попадают все современные наемные работники умственной физического труда. Именно поэтому теория Маркса о пролетариате вмещает себя больше, чем просто выведение его из механизма капиталистической эксплуатации. Под внутренней стороной содержания пролетариата он подразумевает его революционность. Именно эту сторону пролетариата Маркс считает более важной в его определении. по большому счету если рассматривать пролетариат как наемного работника и ничего не говорить о его революционной роли, то выделение и определение границ этого класса среди наемных работников умственного и физического труда теряет всякий смысл. Важно понять, что революционность пролетариата не просто случайная гипотеза Маркса или приложение к его теории, а вывод из анализа капиталистической формы производственных отношений. Этот вывод получается в результате диалектического рассмотрения общества, взятого в его развитие и это отличает Маркса от многих исследователей по вопросу о пролетариате, ограничивающихся лишь статичным взглядом на внешнюю сторону механизма капиталистической эксплуатации, а их, как мы знаем, четыре. И если пролетариат является антиподом капитала, то в этом и заключается необходимость говорить о его революционности. Так кого в настоящее время следует относить пролетарию? Довольно часто можно услышать, что, мол, сегодня рабочий превращается в пролетарию, так как ему и продать-то нечего, кроме своего труда и таланта. Да, у него нет ни завода, ни фабрики, ни земли, у него нет материальной собственности, но зато у него есть не только рабочие руки, чем может похвастаться любой трудящийся, а еще то, что и отличает его от других наемных работников умственного и физического труда, это пролетарское сознание. А что такое пролетарское сознание? Пролетарское сознание это осознание своей исторической миссии в уничтожении капитализма революционным путем и построение коммунизма в его готовности неустанно вести классовую борьбу против буржуазии до установления диктатуры пролетариата. Согласно известной пословице, что встречают по одежке, провожают по уму, мы должны сегодня говорить и думать о пролетариате не по его одежке, что мол он раз наемный работник и что у него нет ничего кроме рабочих рук, а в первую очередь по уму как могильщика буржуазии с пролетарским сознанием. Мы каждый день должны помнить о пролетариате, так как в современном кризисе капитализма у трудящихся только одна осталась надежда, а именно организованный пролетариат. И об этом не должны забывать современные коммунисты. Сегодня многие задаются вопросом, почему это современные трудящиеся не проявляют политической активности, не отстаивают свои классовые интересы. Ответ лежит на поверхности, потому что это может делать только организованный класс пролетариев с формированной работой коммунистов внесением классового революционного сознания в рабочую среду. И при этом не должны надеяться на то, что каждый рабочий сам выработает в себе классовое сознание. Отсюда вытекает главная и основная задача коммунистов в условиях капитализма это вносить классовое сознание в рабочую среду. И я хотел бы конечно вам просто напомнить слова Ленина о пролетариате, которые он сказал в 1922 году. Это уже можно сказать на 11 съезде РКПБ в 1922 году он сказал. Вот он такой. Разве у нас сейчас общественные и экономические условия таковы, что на фабрике и заводе идут настоящие пролетарии? Это неверно. Это правильно по Марксу. Но Маркс писал не про Россию, он имеется 22 года, а про весь капитализм целом, начиная с 15 века. На протяжении 600 лет это правильно, а для России теперь неверно. Сплошь до рядом идущие на фабрике это не пролетарии, а всяческий случайный элемент. И вот интересно тоже Сталина, который пролетариат и сказал в 1936 году. Это вот по проекте Конституции СССР 25 ноября в 1936 году. Вот что он сказал. Взять например рабочий класс СССР. Его часто называют по старой памяти пролетариями. Но что такое пролетариат? Пролетариат есть класс, лишенный орудий и средств производства при системе хозяйства, когда орудия и средства производства принадлежат капиталистам, и когда класс капиталистов эксплуатирует пролетариат. Пролетариат это класс эксплуатируемый капиталистами, но у нас класс капиталистов как известно уже ликвидирован, орудия и средства производства отобраны у капиталистов и переданы государству, руководящей силой которой является рабочий класс. Стало быть, нет больше класса капиталистов, который мог бы эксплуатировать рабочий класс. Стало быть, наш рабочий класс не только не лишен орудий и средства производства, а наоборот, он ими владеет совместно со всем народом. А раз он ими владеет, а класс капиталистов ликвидирован, исключена всякая возможность эксплуатации рабочего класса. Можно ли после этого назвать наш рабочий класс пролетарием? Ясно, что нельзя. Марс говорил, для того, чтобы пролетариат освободил себя, он должен разгромить класс капиталистов, а отобрать у капиталистов орудия и средства производства и уничтожить те условия производства, которые порождают пролетариат. Можно ли сказать, что рабочий класс СССР уже осуществил эти условия своего освобождения? Безусловно, можно и должно. А что это значит? Это значит, что пролетариат СССР превратился в совершенно новый класс в рабочий класс СССР, уничтоживший капиталистическую систему хозяйства, утвердивший социалистическую собственность в народе и средства производства и направляющий советское общество по пути коммунизма. Вот то, что именно сказали они в этом мире. Ну вот, вроде, все то, что есть.